welcome to marina k класс добро пожаловать на мой виртуальный урок продолжаем работать с глаголом нет отрицательная форма в пассимпл у смыслового глагола выглядит так he didn't need to buy milk last year не было необходимости покупать молоко и он не покупал не совершал ненужных действий отрицательная форма у модального глагола не дэнд плюс перефектный инфинитив и третья форма обозначает что необходимости не было но действие все равно совершили киньи дэнд в борт мил предлагаю закрепить это правило на практике перед вами предложение в которых надо вставить дэнд митту ду не было необходимости и не делал не дэнд хэв третья форма не было необходимости но стену как вы уже поняли переводятся эти конструкции одинаково а разница смысла и прячется в самой конструкции несколько предложений сделаем вместе выбираем между не дэнд хэв харит и дэнни тухар и чтобы правильно сделать свой выбор нужно перевести предложение им не нужно было спешить у них было много времени следовательно они не спешили дэнни тухар и дэнни тухар и дэнни тухар и а во втором предложении им не нужно было спешить они приехали туда намного раньше спрашивается зачем вставляем конструкцию зря вы это сделали дэй нэнд хэв харит дэй гу тд и мать или продолжаем ой дэбалан опыта и дэн если вы видели что он уже полила растения то поливать нет необходимости получается айденко это вот адаппула и и кук ланчу они и аварии санта этого мне нужно было готовить ланч для меня я уже перекусил. Смысл – зря вы приготовили еду. You needn't have cooked lunch for me. I've already had something to eat. Следующее предложение для самостоятельной работы – ставьте на паузу, переводить. Не забывайте, что обе конструкции переводятся абсолютно одинаково, не было необходимости. Смело на русском произносите этот перевод и думайте, в итоге человек сделал что-то или не сделал. Можете проверить себя. Готовые предложения рекомендую записывать, проговаривать вслух. Главное – тренироваться. Удачи! Bye!